Привет! Немножко покажу вам, какой у нас красивый город. Ещё здесь одно место, которое мне очень нравится, и расскажу о нашей поездке на Пиай. Итак, здесь место... Здесь находится CFA, Canadian Food Inspection Agency. И у них тут очень такое прикольное место, очень красивый вид на город. Вот иногда... Это рядом с моей работой, где-то минут 7 ехать. Иногда я приезжаю сюда покушать. И расскажу вам про нашу поездку. Вон у меня как раз эмблемка нашей компании. Футболочки нам сделали недавно. Решила одеть. И расскажу вам немножко про то, как мы съездили на Пиай, потому что приехали мы уже где-то 2 недели назад. И я так и не записала видео. Там очень красиво, очень много чего есть рассказать. Дело в том, что мы уже 2 раза, 2 раза, 3 раза как ездили на Пиай. Это как бы второй наш полноценный отпуск на Пиай. И как бы хочется рассказать людям, которые будут ехать, допустим, впервые, потому что там очень много чего посмотреть, очень много куда поехать. Но опять-таки, смотря на сколько вы едете и с какими намерениями, лучше как бы знать о некоторых нюансах. Итак, мы в этом году ездили именно на Пиай уже третий раз. Первый раз мы ездили в отпуск первого года. Мы ездили туда на чуть больше, чем неделю. Я снимала где-то видео самого домика, который мы снимали, коттеджа и видео о Шарлатауне немножко. Нам очень-очень-очень-очень нам нравится этот остров. Очень там красиво, особенно летом. Вот мы были в прошлом году летом. Всю неделю мы куда-то ездили. То есть каждый день мы пытались объехать, поехать в разные концы этого острова и увидеть все пляжи. Там реально очень красивые пляжи. В каждом конце самого острова в разных концах разные пляжи. То есть можно найти совершенно любой пляж на любой цвет и вкус можно найти. Там есть красные пляжи, очень красивые, с красивой зеленой растительностью рядом. И просто шикарные виды. Но красный пляж, он очень мелкий. То есть там можно очень далеко идти и даже не дойти по колено. Это красные пляжи. Это в основном, вот если вы едете по этому мосту конфедерации, то это будет и смотрите на остров, то вот все пляжи, которые рядышком, это в основном красные пляжи. Если вы едете направо, там красные и мелкие пляжи. Если вы едете налево, там будут в основном пляжи мелкие, но более каменистые, красные. И некоторые пляжи аж такие прям с обрыва. То есть очень тяжело войти в воду, там очень много камней. Вот. Дальше, если смотреть прямо на остров и ехать направо, то в самом конце справа там будут более такие каменистые пляжи. Как бы не камень, а вот типа гальки. Похоже на Крым, на Черное море. То есть вот такой вот галечно-каменный пляж. Пляжи там очень много. Там везде, ну как бы все пляжи. То есть их много, но они будут в основном галечно-каменистые или каменно-песочные пляжи. Будут глубже, но как-то там не очень хорошо заходить в воду. Хотя там большой плюс. Там очень много крабов. Очень можно как бы понырять и посмотреть. Самый мне больше всего понравившийся пляж, это пляж, естественно, с белым песком. Это пляжи, если едете по мосту конфедерации и переезжаете на другую сторону острова. Там как раз находится Prince Edward Island National Park. Вот эти вот пляжи, они белый песок. Есть, смотря опять-таки на какой пляж вы поедете. Например, тот же Barclay Beach. Там есть, он весь огромный. То есть есть места, где по колено, по колено и максимум будет по пояс. А есть места, надо знать, места, где можно зайти чуть ли не сразу по пояс. Еще нам очень понравился в той стороне Cavendish Beach, потому что там, как бы, если сходишь с самого, с самих ступенек к Cavendish Beach, то там каменистый пляж. Там очень много камней и очень тяжело зайти в воду. Но там очень много лобстеров и крабов. Небольших, которых вы будете ловить и кушать. Но где-то вот такой краб, вот такие где-то лобстеры. Это так, чтобы детям было интересно понырять за живностью, посмотреть. Вот. Но если пройти немножко левее, то там получается каменистый пляж переходит в песочный. То есть как раз нам там больше всего нравилось, потому что детям очень нравилось именно каменистый пляж в плане того, чтобы поискать лобстеров и крабов понырять. А мне нравился песочный пляж в плане того, чтобы зайти и поплавать. Вот. Дальше North Rustica. Там где-то тоже в той стороне North Rustica Beach. Он более такой песочный. Уже не такой белый песок. Там и белый, и красноватый. Тоже прикольный пляж. А вот если ехать в сторону налево, вот съезжайте с моста, да, и в самый конец слева, там будет более такой бело-красно-песочно-каменистый пляж, мелкий. В самый конец там, конечно, вот если ехать, смотреть что-то очень-очень красиво и долго ехать, если есть смысл. Потому что мы объездили все, как бы там, допустим, в Summerside нет, или в Summerside особо нет смысла ехать, там ничего особо интересного. Там куда-то вот в сторону, в правую сторону не особо есть смысл в самый конец ехать. Вот нам очень понравился Tinguish. Это, получается, самый конец в левую сторону. И там очень красивый маяк, очень красивые, о господи, ветряные мельницы. И там вообще просто шикарный вид. Вот туда есть смысл. Если ехать как бы куда-то два часа, то есть смысл ехать туда. Плюс еще Mispek Beach тоже неплохой. Он тоже, получается, очень мелкий. Такой, в нем своя прелесть. Но опять-таки скажу, что куда бы вы ни приехали на P.I., практически, да, куда бы ни приехали, везде очень красиво. То есть надо понимать, что если вы едете, допустим, отдыхать в Summerside, городок, и если вам там не понравилось, да, какой-то там пляж не очень или еще что-то, то это не значит, что на P.I. нет смысла отдыхать. Потому что на P.I. реально очень большое разнообразие. То есть каждый может по своим желаниям выбрать. Кто-то любит более каменный пляж, пожалуйста, направо, да, в самый конец туда, там такая галька, каменистая местность, и там леса. Как бы мне там как раз не очень понравилось. Кому-то нравится белый песок, пожалуйста, Barclay Beach, все вот эти Cavendish Beach и так далее. Кому-то нравится красный песок и мелкий океан, тогда вот на сторону, которая самая ближняя к мосту. Вот. Это о том, какой вот он прекрасный этот остров и сколько там прекрасных есть пляжей. Очень-очень нам понравился, я уже рассказывала, сам город Шарлоттаун. В Шарлоттауне мы очень много были. В прошлом году часто туда ездили. Потом мы поехали туда зимой посмотреть, как оно жить на острове зимой. Это были как раз февральские каникулы. Не каникулы, а три дня выходных. Мы поехали чисто провести три дня в Шарлоттауне. Поездили немножко по острову. И скажу честно, зимой там очень грустно. Как бы очень много я спрашивала у людей, которые там жили, а как оно там зимой на Пиай. И все говорили, очень грустно зимой, классно летом. И мне всегда казалось, что там, наверное, они преувеличивают, говоря, что там очень грустно. Ну, как может быть очень грустно, когда там такая красота летом, когда там океан, зеленые поля и так далее. Опять-таки, я видео сняла, но мне нужно научиться наложить на него аудио, чтобы было красиво. Я выложу и сделаю когда-то это видео, чтобы вы увидели саму красоту. Я просто ехала мы по трассе, и я снимала видео. Какой красивый Пиай. Вот. И на самом деле там зимой очень грустно. Очень-очень грустно. Там просто даже некрасиво. То есть нету этих полей. Оно все такое серо-коричневое, океанно, такой там снег получается, вместо песка снег. И какой-то он тоже не очень красивый, весь этот океан. Короче говоря, зимой там действительно грустно. В Шарлатауне особо делать нечего. Почти все рестораны закрыты. Какие-то там интересные места тоже в основном закрыты. То есть как бы особо пойти некуда. Летом там очень много, очень много ресторанов, очень много там всяких мероприятий. Даже вот сам базар красиво. Да, они там много выставляют всего. Допустим, у них музыка играет и так далее. А зимой там очень-очень грустно и скучно. Но мы как раз поехали. Там был Фростиваль. Такой фестиваль зимний. Там были как раз целый день развлечений. А вот как раз нам очень там понравилось развлекаться в этом Шарлатауне именно в этот день. Вот. Насчет того, если вот куда-то ехать, я так понимаю, ну как бы многие едут, да, там на пять дней или на три дня отдохнуть, просто посмотреть. Самое-самое из того, что я бы ехала куда, это, естественно, Шарлатаун. Очень он нам нравится. И очень он действительно красивый. Довольно большой город. Очень красивый там вид. Очень красивый вот парк. Я снимала Виктория парк. Классно там. Вот. Шарлатаун 100%. Очень многие спрашивают, где покушать в Шарлатауне, где хорошие места. Посоветую. Рестораны. Я вспомню название и скажу. Так, ресторан. Один из ресторанов хороших находится прямо напротив Дельта-отеля. Он называется Мерчантсмен. Как-то так. Один ресторан тоже очень, нам очень понравился. Я бы сказала, что это самый лучший, один из лучших, где мы были. Это ресторан Брейкстоун. Как-то так. Что-то связано с Брейк. Короче говоря, если вы пойдете и найдете ресторан Гаханхаус в Шарлатауне, это прямо в центре, то вот так вот улица. С одной стороны Гаханхаус и прямо напротив этот Брейкстоун, по-моему, ресторан. Очень классный. Там просто очень вкусная еда. То есть там именно вот то, к чему мы привыкли. Чтобы вы не заказали там, например, лобстер, путин вкусный, салаты вкусные, там какие-то крабовые котлеты вкусные. То есть, ну, реально, бургер вкусный. То есть там как бы все блюда будут вкусные, любые, которые закажите. Обязательно, когда едете на ПИА, обязательно везде и всегда кушать это их Кау Айскрим. Там несколько магазинов этого мороженого есть на самом Кавандише. Это самая центральная часть. И в Шарлоттауне мы там каждый один или два раза в день обязательно кушали мороженое. Это считается лучшее мороженое вообще в Атлантике, Кеннеда. И оно действительно классное. И немножко про Кавандиш. Кавандиш – это, опять-таки, если едете на несколько дней летом, то лучше всего... Если ехать зимой, то, естественно, это лучше остановиться в Шарлоттауне. Если едете летом, то лучше всего останавливаться где-то недалеко от Кавандиша. Вот мы останавливались в Нью-Глазго. Это 10 минут от Кавандиша. Кавандиш – это самая-самая центральная часть, самые там развлечения, детские, взрослые, рестораны, места, там как раз вот этот Нейшнл Парк – это все рядышком. Это все вот Кавандиш – самое центральное место ПИА. Насчет того, где покушать на Кавандиша, где покушать супер самых вкусных лобстеров, лобстер-ролл и вообще лобстер-бургер – это самые-самые лучшие лобстеры, которые я когда-либо ела. Это есть там ресторан Ричардс. Ой, ресторан. Это забегаловка Ричардс. Если вы ведете Ричардс Кавандиш или Ричардс ПИА, то вы найдете такую забегаловку. Это как бы фастфуд. Но там стоят очереди часовые. И чтобы там покушать, нужно простоять час в очереди, и там оно реально того стоит. И самые лучшие – это там лобстер-роллы и лобстер-бургеры. Короче, в одном ролле вы получите в итоге целого лобстера. Очень классно, очень рекомендую. Самое-самое лучшее место. Еще один прикольный такой ресторан, где мы были – это Нью Глазгоу Лобстер Сапперс. Это вот как раз в том городке, где мы жили. Они очень прикольно придумали. Это очень старинное место. Оно похоже на столовку какую-то советскую. Но там подают лобстеров, и они довольно-таки интересно придумали. То есть вы заходите, платите, допустим, за лобстер-милл или там какой-то фиш-милл, но лучше брать лобстеров. И тебе там заходишь, и тебе там подают и как это, маслс, забыла, как по-русски, вот эти вот черные ракушки, мидии. Вот, мидии подают, подают там булочки свежеиспеченные, салаты не очень вкусные, чаудер тоже не очень вкусный. Потом тебе приносят этого лобстера или что-то там заказал с напитками, и десерт с чаем, кофе, все это включено. Ну, короче, прикольно они так подают, там постоянно очень много людей, опять-таки очередь на полчаса-час, но тоже оно того стоит. Все остальные рестораны, в которых мы были, вот на всем пиа, мы были в очень многих ресторанах, еще один ресторан, вот, по-моему, это где-то в районе Миспек бич, там ойстер-бар, и он очень старый, как бы там очень маленький, но там лучшие устрицы. Как бы я особо прикола в устрицах не увидела, мне особо эта еда не понравилась, но там считаются они лучшие, они там были вкусные, особенно жареные. Вот, ну, короче говоря, все остальные рестораны, в которых мы были, очень там рекомендуют все вот эти вот буклетики, там лучшие рестораны, пиай. На самом деле, ничем они лучшим мне не показались. Обычные.